Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайк тоже является результатом моего труда. Не всем нравится, и это нормально. Я кого-то сейчас повеселю, кого-то удивлю, кого-то разозвью. Но среди комментариев появилась информация о том, что мы тут такие плохие обсуждаем и бросаем камень в Леонида Ильича Брежнева. Да, друзья, некоторые воспринимают президента Туркменистана как Леонида Ильича Брежнева. Я сразу удивилась, а потом вспомнилась, как много пенсионеров сидит все-таки в сети интернет. Это, прежде всего, связано, скорее всего, с тем, что несколько они схожи, есть некие черты. Вот я сейчас показываю вам, как выглядит один, как выглядит второй. А то, что на постсоветском пространстве практически никто не знал и не знает, как живет Туркменистан. А некоторые и не знают, что есть такая страна Туркменистан. Ну что ж тут греха даете, есть такое. Поэтому вот такая вот получилась смешная ситуация. Так вот, уважаемые, дорогие, выходцы из Советского Союза вообще на всем постсоветском пространстве. Человек, о котором идет речь, что якобы он умер и что-то там происходит в Туркмени, это не Леонид Ильич Брежнев. Нет, Леонид Ильич Брежнев умер в далеком Советском Союзе. Это Аркадак, президент Туркменистана. Это закрытая страна для вас. Поищите, раз вы попали на мой аккаунт. Спасибо огромное. Поищите точно так же, например, все о Туркменистане, или закрытый Туркменистан, или новости Туркменистана, как живет Туркменистан, кто такой президент Туркменистана. И вам все будет понятно. Ну что, мои хорошие, удачи. Подписывайтесь, и вы будете в курсе всех событий. Кроме того, для своих поклонников, которые пришли в самом начале, я приношу извинения. Правда, искренне извиняюсь. Я несколько ушла в сторону. Я планирую делать прямые трансляции и отвечать на какие-то вопросы, жизненно важные. Короче, ждите. Удачи. Подписывайтесь, ждите. Я думаю, что в августе месяце мы с вами встретимся уже в прямом эфире. И в таком чатовом варианте мы сможем с вами пообщаться. Удачи.